Как продвигается эта работа, обсуждали сегодня в администрации города на специальном совещании под председательством заместителя полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира Гурбы. О промежуточных итогах отчитывались руководители всех ведомств, ответственных за соблюдение законодательства в этой сфере. Начальник Росприроднадзора по ЮФО, руководитель Роспотребнадзора по краю, начальник Генпрокуратуры по Южному федеральному округу, замначальника ФСБ по Сочи, начальник УВД города, первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов. Руководитель департамента ЖКХ края Александр Волошин, директор водостока и водоканала. Проблема канализования в Сочи имеет глубокие корни. Ряд строящихся частных домовладений десятилетиями не подключались к централизованной канализации, выводя стоки либо в ливневки, либо в реки. В результате сбросы попадали в море. С начавшимся на курорте в середине 2000-х строительным бумом это коснулось и многоэтажных зданий. И вот только сейчас, при нынешней власти, все эти вопросы начали решаться. В Сочи сформировано 13 рабочих групп, куда вошли представители районных администраций, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры, УВД, Сочи водоканала и водостока. Они ведут ежедневный мониторинг, выявляют объекты, не подключенные к централизованным сетям канализации. Владельцам выдаются предписания, составляются протоколы об административных правонарушениях. Одновременно в городе проходит инвентаризация системы ливневок. Уже определены первоочередные участки по улично в каждом районе, в которых мониторинг ведется ежедневно. Так, в центральном районе это Бочаров ручей, который обследован на 100%. Здесь 785 жилых домов, не подключенных к центральной канализации. 156 абонентам Сочи водоканал уже выдал тихоусловия, а от 239 поступили заявления на них. При этом 174 объекта были отключены от водоснабжения. В Адлерском районе самая сложная ситуация, в микрорайонах Чкалова и Голубые дали. В Хостинском это Верещагинский ручей, а в Лазаревском – поселок Лао. Отключение водоснабжения вызвало широкий общественный резонанс. Владимир Гурбаб подчеркнул, что для недобросовестных абонентов это крайняя мера. Но порой только она может дать свои плоды. У всех есть альтернатива. Владельцы домов могут либо подключиться к центральной канализации, либо установить у себя на участке локальные очистные сооружения. Для этого нужно обратиться в водоканал. Там в течение недели бесплатно выдадут техусловия. Власти решительно настроены покончить со сбросами неочищенных стоков в море. От выбранного курса отступать никто не намерен. Тем, кто отказывается решать эти проблемы цивилизованно, продолжат отключать холодную воду. Ситуация останется на контроле у заместителя полномочного представителя президента до тех пор, пока не будет решена окончательно. Следующее заседание под председательством Владимира Гурбы пройдет примерно через месяц.